Беседа 9. На следующие слова. Сотворим человека по образу нашему и против тех, которые говорят, для чего созданы звери, какая польза от создания их. Также о том, что из этого особенно открывается честь, оказанная человеку и неизреченное человеколюбие Божие. Трудолюбивые земледельцы, как увидят, что земля тучно и благородно, бросают в нее обильные семена, прилагают к ней великое и постоянное старание и каждый день смотрят, как бы ни явилось чего вредного для семян и не обратило в ничто подъятый ими труд. Таким же образом и мы, видя ваше душевное расположение и великое усердие к слушанию, каждый день стараемся посевать в уме вашей мысли из Божественного Писания, показывая вам и то, что может вредить этому духовному сеянию, чтобы вы не увлеклись и здравое учение догматов не исказилось пагубным учением тех, которые дерзают привносить в догматы церкви свои собственные мысли. Ваше уже будет дело тщательно хранить веренное вам и крепко содержать в памяти, чтобы легко можно было вам следовать и за дальнейшим. А если и мы не сойдем до наибольшей глубины мыслей Писания, и вы не напряжете своего ума теперь, когда время поста, когда члены у нас легкие для плавания и око ума острее, не омрачаемое злым влиянием сластолюбия и дух, способный не терять бодрости, то когда же мы будем в состоянии сделать это? Уже ли тогда, когда наступит время увеселения, пьянства, объедения и порождаемые ими пороки? Не видите ли, что и желающие сыскать в море драгоценные камни, и ищут их, не сиди на берегу и считай волны, но спускаются в самую глубину и исходят в самое, так сказать, недро бездны, и таким образом находят искомое. Между тем, какую важную пользу приносит нашей жизни нахождение таких камней? Хорошо уже, если бы оно не приносило важного ущерба и большого вреда. Ведь отсюда, от безумной любви и пристрастию к деньгам, рождается бесчисленное множество зол. И однако, несмотря на такой вред от них, любящий их не утомляется ничем, но подвергает себя великим опасностям, предпринимает тяжкие труды, только бы найти искомое. А что касается божественных писаний, этих духовных и драгоценных камней, то здесь и опасности нельзя подозревать, и труд невелик, и польза несказанна, только бы мы с усердием сделали, что от нас требуется. Благодать Божия готова, и ищет, кто бы принял ее с усердием. Таков наш Владыка. Когда видит бодрую душу и пламенное желание, то по своему щедролюбию подает свое богатство обильно, свыше прошения. Зная это, возлюбленные, очистите ум ваш от житейских дел, и, расширив кругозор вашего ума, с великим усердием принимайте преподанное духом, чтобы вам, подобно тучной и подоносной земле, умножить посеянное и принести плоды, кому сто, кому шестьдесят, кому тридцать. «Слышали вы в предшедшие дни о неизреченной мудрости, создавшего все видимое, и как он произвел все одним словом и хотением, сказал, да будет и стало». Тотчас явились все стихии. Достаточно было слова для произведения вещей, не потому что это было слово вообще, но потому что было слово Божие. Помните, что тогда слово направлено было против тех, которые говорят, что существующее произошло из готового вещества, и которое церковные догматы вносят в свое пустословие. Узнали вы, для чего небо сотворил он совершенным, а землю безобразную и безвидную. Две показали мы тогда причины. Одно в том, чтобы мы, познав силу владыки в лучшей стихии, не колебались мыслью, будто это произошло от недостатка силы. А другую в том, что земля есть наша мать и питательница. Из нее мы получаем и пищу, и все прочее. В нее и опять возвращаемся. Она для нас и родина, и могила. И вот чтобы такая необходимая польза не расположила нас думать об ней высоко, Бог являет ее вначале безобразную, дабы из самых дел научились приписывать все прежде сказанное не природе земли, но силе Создателя. Узнали вы еще, как сделал он разделение вод, повелев явиться этой видимой тверди. Видели, как одушевленные животные явились и из вод, и из земли. Об этом вынуждаюсь теперь припоминать и повторять любви вашей, не напрасно. Но для того, чтобы слушавшие предыдущие беседы имели случай еще тверже запечатлеть их в уме, а небывшие тогда получили достаточное наставление и не понесли никакого ущерба от того, что не были. И чадолюбивый отец сберегает для отсутствующих детей остатки трапезы, чтобы они пришедшие нашли сохранение этих остатков, утешение своего отсутствия. Поэтому и мы, заботясь о всех собирающихся сюда, как о своих членах, и ваше преуспеяние, считая похвалой для себя, желаем, чтобы все вы явились совершенными во славу Божию, в похвалу Церкви и в честь нам. Если вам не тягостно, вот мы вкратце напоминаем любви вашей и о сказанном вчера. Видели вы различия между созданием прочих тварей и образованием человека? Слышали, какой чести Бог удостоил нашего родоначальника, и как при создании его указал на достоинство, создаваемого самими словами и выразительностью речи, сказав «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». Узнали вы, что значит «по образу», то есть, что им означает не достоинство природы, наподобие господства, и что слово, образ Бог отнес не к виду человека внешнему, а к господству, потому и прибавил. И да обладает рыбами морскими, птицами небесными, зверями, присмыкающимися на земле. 68. Но здесь восстают на нас елены и говорят, что это слово оказывается неистинным, потому что не мы обладаем зверями, как обещает слово, но они обладают нами. Это, однако, совершенно несправедливо. Где только человек покажется, звери тотчас обращаются в бегство. А если иногда, когда нудит их голод или мы раздражаем их, нам случается терпеть вред от них, это же происходит не от того, чтобы они имели власть над нами, но от нашей вины. Так, если при нападении на нас разбойников мы не остаемся праздными, но вооружаемся, то это означает не власть нашу над ними, но попечение о нашем спасении. Но выслушаем между тем, что сказано, «Сотворим, говорит Бог, человека по образу нашему и по подобию». Как образом? Назвал он образ владычества? Так подобим то, чтобы мы, сколько возможно человеку, делались подобными Богу кротостью, смирением и вообще добродетелью. По слову Христову, будьте подобны Отцу вашему небесному. Как на этой обширной и постранной земле одни животные более кроткие, другие более свирепы, так и в душе нашей одни, по мыслу, неразумные и скотские, другие зверские и дикие. Их нужно побеждать, одолевать и покорять власти разума. Но как, скажешь, можно преодолеть зверский помысл? Что ты говоришь, человек? Львов мы побеждаем и души их усмиряем. А ты сомневаешься, можно ли тебе переменить зверский помысл на кроткий? Между тем, в звере лютость по природе, а кротость против природы. А в тебе напротив кротость по природе, а зверскость и лютость против природы. Так ты ли, который истребляет в звере то, что есть в нем по природе, и сообщаешь ему то, что против природы, сам не в состоянии соблюсти то, что есть в тебе по природе. Какого же заслуживает это осуждение? Но что еще удивительнее и страннее, в природе львов есть еще, кроме этого, и другие неудобные свойства. Эти звери не имеют разума, и однако же мы часто видим, что по площадям водят кротких львов. А многие сидящих в лавках дают хозяину льва и деньги в награду за искусство и умение, с каким он укоротил зверя. А в твоей душе есть и разум, и страх Божий, и многоразличные пособия. Так не представляй же извинений и отговорок. Можно тебе, если захочешь, быть кротким, тихим и покорным. Сотворим, сказано, человека по образу нашему и по подобию. Но возвратимся к подлежащему вопросу. И сказанного ясно, что человек вначале имел полную власть над животными, так, как сказано, да обладает рыбами морскими, птицами небесными, зверями и гадами, пресмыкающимися по земле. А что теперь мы боимся и пугаемся зверей и не имеем власти над ними? Этого я не отвергаю. Только это не делает ложным обещание Божие. Вначале не так было. Но боялись зверей, трепетали и повиновались своему владыке. Когда же он прислушанием потерял дерзновение, то и власть его умолилась, что все животные подчиненные были человеку. Послушай, как говорит Писание. Привел зверей и всех бессловесных к Адаму видеть, как он назовет их. И он, видя близ себя зверей, не побежал прочь. Но как иной господин дает имена подчиненным ему рабам, так дал имена всем животным. И как нарек Адам, так и было. Это уже знак власти. Потому и Бог, желая и через это показать ему достоинство его власти, поручил ему дать имена животных. Итак, этого уже довольно бы доказательство, что звери вначале не страшны были человеку. Но есть еще и другое доказательство. Не менее сильное и даже более ясное. Какое же разговор змея с женой? Если бы звери страшны были человеку, то, увидев змея, жена не остановилась бы. Не приняла бы совета, не разговаривала бы с ним с такой безбоязненностью. Но то час бы при виде его ужаснулась и удалилась. А вот она разговаривает и не страшится. Страха тогда еще не было. Когда же вошел грех, отнята была и честь, и власть. И как между рабами исправнейшие бывает страшны и товарищам, а неисправные боятся товарищей, так стало и с человеком. Пока имел он дерзновение перед Богом, да то ли страшен был и зверям, а когда пал, то сам стал бояться и последних из старобов своих. Если же ты не принимаешь слов наших, то докажи мне, что звери были страшны человеку до падения. Но доказать этого не можешь. А если впоследствии явился этот страх, то и это служит важнейшим доказательством человеколюбия Божия. Если бы и по преступлению человеком заповеди дарованная ему честь осталась неприкосновенную, ему нелегко было бы восстать от падения. Когда непослушные люди пользуются одинаковой честью с послушными, тогда они скорее приучаются к злу и нелегко отстают от него. Если же теперь, когда есть и страх, и наказание, и мучение, люди не сохраняют любомудрие, то какими бы они были, если бы не терпели никаких тяжелых последствий за свои преступления? Значит, Бог отнял у нас власть по своей о нас заботливости и промышлению. 70. А ты, возлюбленный, и в том усматривай неизреченное человеколюбие Божие, что Адам всецело нарушил заповедь и преступил закон, а Бог, человеколюбивый и побеждающий благостью наше прегрешение, не всю честь отнял у него и не совсем лишил его владычества, но тех только животных, изъял из-под власти его, которые не особенно полезны ему для жизни, а тех, которые необходимы и полезны, и много способствуют нашему благоденствию, оставил в подчинении и покорности. Так он оставил стада волов, дабы могли мы тащить лук, орать землю и сеять семена, оставил виды подъеремных, дабы они помогали нам в трудах при перенесении тяжестей, оставил стада овец, дабы иметь нам достаточные средства к одеянию, оставил другие роды животных, приносящих нам великую пользу. Так как он определяет человеку наказание, за прислушание сказал, «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой». То, чтобы этот труд и пот не был невыносимым, Бог облегчил тягость и обременительность его множеством бессловесных, помогающих нам в труде и работе. Он поступил точно так, как милостивый и попечительный господин, который, наказав своего раба, прикладывает врачество к ранам. Так и Бог, наказав согрешившего, всячески хочет облегчить это наказание. Осудил нас на постоянный труд и пот, но для облегчения труда дал нам множество бессловесных. Значит, и то, что он дал честь, и то, что опять отнял ее у нас, и то, что навел на нас страх зверя и все прочее, если только рассматривать тщательно и добросовестно, свидетельствует о великой мудрости, о великой заботливости, о великом человеколюбии Божьем. Возблагодарим же его за все это, и будем признательны тому, кто столько благодетельствовал нас. Он не требует от нас чего-нибудь тяжелого и трудного, но только того, чтобы мы исповедовали такие его благодеяния и возносили ему благодарность за них. Не потому, впрочем, чтобы он нуждался в этом, он ни в чем не имеет нужды, а для того, чтобы мы научались через это привлекать к себе. Подателя благ и не были непризнательны, но являя добродетель достойную благодеяния и такого попечения его о нас, этим мы расположим его еще к большему о нас попечению. Убеждаю вас, не будем же беспечны, но каждый из вас ежечасно по возможности пусть размышляет не только об общих благодеяниях, но и в особенных, ему самому оказанных Богом, не только об известных и явных всем, но и об известных ему одному и неизвестных другим. Через это он в состоянии будет возносить Господу непрестанное благодарение. Это самая великая жертва, это совершенное приношение. Это будет для нас основанием дерзновения перед Богом. Каким образом, объясню. Кто постоянно держит это в своем уме, вполне осознавая свое ничтожество, а с другой стороны помышляя о неизреченном и безмерном человеколюбии Божьем, о том, как он устрояет дела наши, взирая не на то, чего заслуживает наши грехи, но на свою благость, тот умеряет свой ум, сокрушает помысл, укращает всякую гордость и надменность, научается вести себя скромно, презирать славу настоящей жизни, не дорожить всем видимым, мыслить о будущих благах, о жизни бессмертной и бесконечной. Кто так настраивает душу, тот приносит Богу истинную и приятную жертву. Как говорит пророк, «Жертва Богу дух сокрушен, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Благомыслящих рабов исправляет не столько наказание и муки, сколько благодеяние и сознание того, что они потерпели меньшее наказание, нежели какого заслуживали за свои грехи. Итак, молю, сокрушим дух наш, смирим ум, и особенно теперь, когда время поста подает нам великое в этом пособие. Если мы приведем себя в такое расположение, то состояние будем молитву совершать с великой бодростью и снискать себе свыше великую благодать исповеданием грехов. А дабы увериться, что такие души угодны, владыки, послушай, как сам он говорит, «На кого возрю?» Только на кроткого, молчаливого и трепещущего перед словами моими. Поэтому и Христос, беседая с учениками, сказал, «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Кто действительно смиряет себя, а тот никогда не допустит себя до раздражения, не разгневается на ближнего, потому что душа его смирилась и занята тем, что касается ее самой. Что может быть блаженнее души, настроенной таким образом? Такой человек всегда сидит в пристани, безопасной от всякой бури, и наслаждаясь тишиной и мыслей. Поэтому и Христос сказал, «И найдете покой душам вашим». Но как укротивший эти страсти наслаждается великим спокойствием, так, напротив, ленивый и беспечный, не умеющий надлежащим образом обузывать рождающиеся в нем страсти, находится в постоянном волнении, ведет домашнюю брань, и хотя нет никого, возмущается и терпит великую бурю. Когда же поднимутся волны, наступит буря злых духов, часто погружается в бездну, потому что корабль его тонет от неопытности кормчиво. Поэтому нужно бодрствовать, трезвиться и иметь непрестанное и неусыпное попечение о спасении души. Христиане навсегда следует воевать со страстями плоти, живо помнить заповеди, данные нам общим всех владыкою, ими ограждаться, и надлежащим образом пользоваться его великим долготерпением к нам, и не ожидать того, что совершится самым делом, и тогда уже смиряться, дабы я нас не было сказано, когда я убивал их, тогда они искали его. Итак, возлюбленные, имея себе помощника в настоящем времени поста, поспешим все, все к исповеданию грехов, уклонимся от всякого зла, и сотворим всякую добродетель. Так научает и блаженный пророк Давид, говоря, уклоняйся от зла и делай добро. Если так устроим мы себя и с воздержанием от пищи, соединим и воздержание от зла, то получим большее дерзновение, и сподобимся обильнейших милостей от Бога, как в настоящей жизни, так и в тот страшный день, молитвами и предстательством, благоугодившись ему, благодатью человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.